лёша привет а я тут тут в америке а ты где как дела у тебя и там а нет ты же во вьетнаме в ватикане в англадеше правильно дождя нет а здесь вот у нас дождь все потому что к нам надвигается ураган по имени ян они конечно называют эти ураганы ян там сэнди назвали бы как например беги и молись и тогда американцы наверное были более подготовленные так я установил камеру сейчас надеюсь она не упадет на самом деле американцы и так подготовленные потому что ребята были в магазине волмарте там вечером там просто вся парковка забитая машинами и музыку надо убрать печку поменьше сделать и народу просто тьма сметают все с полок хотя ураган по сути он в 300 километрах от нас проходит океан 300 километров а флорида вообще тысячи почти что там километрах от нас то есть но он дойдет сюда но ветер там дождь ничего необычного обычный будничный день в питере как говорится но они там просто с ума сходят американ сейчас посмотрим запишем пустые полки хороший сюжет будет для россии 24 надеюсь вообще он открыт потому что школы сейчас не работают медучреждения не работают ну вообще любые учреждения и как бы говорили что магазины тоже как бы не будут работать поэтому большой вопрос на самом деле нужно окно проветрить и покажу дорогу заодно потому что к магазину так сказать но есть несколько магазинов у нас хороших бомбард такой себе конечно дешевый магазин на самом деле из всех и как бы он там товары как будто бы не очень то есть органического мало а мы все-таки стараемся недавнего времени органические продукты есть поэтому я там куплю только туалетную бумагу воду памперсы гречку соль гречку соль не будет конечно это не знаю гречка вообще не продают или продают за 5 долларов за килограмм это примерно 400 рублей вот они тут больше бобы едят мы не едим мы ездим за гречкой в русский магазин себя я не буду показывать конечно же покажу покажу цены там магазине попробую их сконвертировать сразу если он открыт нас потому что непонятно там человек что-то копает дождь в дождь это не дождь это обычная питерская погода 250 дней в году в питере вот такая примерно погода не испугались в шоке а зимой когда здесь бывает иногда снег ну раз два три раза в год бывает снег выпадает но он тает потом здесь ну коллапс просто везде выходные на всех на всех работах выходные в школе выходные и как бы никто не учится гололед потому что резины зимние здесь не носят как бы после обеда можно уже на работу идти когда солнышко выходит все растает и уже можно ехать на работу с этого жить и уважительная причина полностью то есть если снег или гололед не идти на работу машин так мало кстати вообще обычно в год не тут поток такой плотный машин мало реально походу всех выходной просто люди по домам сидят фанерами окна забили я бы здесь не за во флориде фанерами только им это не не помогает доматов фанерные дома фанерой забили вот конечно картонные дома вот мне нужно 10 минут чтобы там 7 минут чтобы доехать до магазина это есть поближе магазин и получше но мне надо волна потому что там памперсы продают светофоры такие долгие у них вообще все никак не могу привыкнуть можно по пять минут стоять просто на стрелку и потом только повернуть они еще такие медлительные американцы то есть стрелка загорается он пока там жопу почешет пока проснется пока ему они еще не сигналят сзади просто если ты стоишь и не едешь на зеленый все будут стоять ждать когда ты там проснешься и вот успевает там две-три машины проехать из-за спящего американца и опять стоишь пять минут ждешь когда же второй цикл светофор загорится ну и как бы осень у нас что ли начинается я не понимаю некоторые деревья уже сбрасывают листья кондиционер я переключил уже вторую ночь на тепло то есть температура опускается там до процент стволов по фаренгейшу там до 72 градусов это примерно 20 наверное по цельсию и это уже холодно 76 и бензин в америке подешевел был почти пять сейчас 3.30 когда мы приехали он был почти пять долларов заголовок сейчас 3.30 это за примерно 3 7 литра ну то есть как бы если бы у нас бензин сейчас в россии подешевел бы до 33 рублей за литр вот примерно вот так подешевел бензин что-то удовлетворяешь что-то удовлетворяешь это волмарт собственно и что-то тут какой-то кипиш на самом деле непонятно парковки такие полупустые на самом деле с утра никого нету американцы любят пропускать друг другу я не американец но я пропущу я уважаю других людей паркуется конечно неоторотительно я стараюсь так с краешку чтобы машин меньше через меня проезжала и не долбануло так окей естественно вот такая вот парковка полупустая вот такой вот волмарт вон он ну мало людей мало пойдемте посмотрим что внутри пустые полки или нет вообще никого нет надо тележку взять тележки бесплатные если что здесь я вообще не видел такого чтобы были платные тележки на входе есть салфетки чтобы протереть ну вот собственно про что я и говорил все на месте полки полки целые клубничка за 3 доллара продается это за сколько непонятно короче надо переводить я быстро не могу черничка значит 3 доллара тоже малина есть тоже почти за 3 доллара коробочка маленькая даже не знаю сколько тут грамм 170 грамм виноград там все короче всего хватает яблоки яблоки за паунд тысяча короче доллар 60 вот столько овощей и фруктов что-то не разобрали американцы вон тыквы к хэллоуину все на месте нарезанные фрукты овощи короче мясо вот куча куча мяса посмотрим цену 10 долларов за паунд паунд это полкило на самом деле она вот 6 долларов нет нет 6,84 да налога нет на продукт с кока-колой тоже все в порядке вот в принципе ее сколько и вода вот там в конце вода мне нужна вода с чипсами тоже все нормально если вы переживали то чипсов на всех хватит короче все нормально я не знаю что они паникуют большой большой такой магазин там до конца нет конца просвета там мебель продается и техника детские товары вот тут всякие сосочки ложечки одежда одежда тут одежда пошла там для взрослых одежда даже брендованная есть там продукты все здесь одежда опять же повторюсь детские товары там ботинки фото копии делают с той стороны аптека есть тут даже есть автоцентр в этом Волмарке меняют масло я приезжал менял масло за 70 долларов с фильтром и с маслом и с заменой стоит 70 долларов тут вот техника соньки там продаются игры телеки вон тетрадки ручки все что хочешь короче компьютеры вот apple и всякие samsung и прочее и прочее мы идем вот сюда тут холодильники все что можно в приложении вообще можно все заказать что хочешь онлайн что чего тут нету там в приложении помните доставят на следующий день поднимут на третий этаж не знаю вот какие-то ткани там чего-то всего-всего хватает мы идем в отек собственно я готов к апокалипсису аа кассам обслуживания закрыта вообще не люблю такое как обычно как в россии там 30 касс 2 работает будет стоять в очереди короче 53 доллара дождик продолжает капать в этом не намок такс 272 70 доллара видимо за памперсы все едем домой собственно все едем домой таким же маршрутом не знаю что они все так боятся этого дождя посмотрим тут все выходные обещают этот дождь я что-то сомневаюсь что будет какой-то ураган там и прочее может быть может быть им виднее потому что они здесь дольше живут чем я щетки скрипят я менял уже они все равно скрипят видимо надо чтобы подороже купить вот знак стоп алла вей нужно всем остановиться и со всех сторон и тот кто подъехал перекрестку первым он первый едет это знак просто стоп нужно остановиться ну это как в России и пропустим всех стабилизация срабатывает просто скользко ужас какой ну а что 290 сил лошади дают я себе знать просто на второй шлифую здесь это у меня контроль полосы пищит надеюсь у меня телефон не уходят потому что я его закрепил так себе точно 7 секунд 7 и 2 до сотни разгоняется машина киа киа блин кто бы мог подумать мы можем поворачивать на красный на самом деле но сейчас переделем ой ну давай просто она все это время буксует мне на третье не буксует 118 километров у меня табло в милях а рядом еще есть табло цифрками в километрах в час удобно переводить конечно смотрю я на мили что здесь нельзя здесь один чувак из чата разогнался на хайвее до 116 миль в час ну это примерно 170 наверное километров в час и его дофиксировали догнали остановили теперь ему грозит тюремный срок до 1 года за то что он превысил на столько сотка просто несколько секунд и сотка расход средний 12-13 литров у меня выходит я так не гоняю обычно все вот мы и дома спасибо что смотрели всем нашим привет всем пока всем пока